Сегодня мы поговорим о том, что значит взглянуть в зеркало, потому что, когда вы пришли сюда, некоторые из вас выглядели не очень. У кого-то что-то застряло между зубами или что-то было в уголке глаза, поэтому я хочу рассказать вам, как этого избежать. На самом деле мы с вами взглянем в совсем другое зеркало. Это будет очень мощное откровение для вас, потому что после него вы станете жить абсолютно по-другому. Когда вы сегодня утром первый раз взглянули в зеркало, вы же что-то изменили в своей внешности, да? Кто из вас тут же стал приводить себя в порядок? Все мы так делаем? Мое сегодняшнее послание будет иметь похожий эффект. Научу вас, что значит взглянуть в зеркало, и это приведет вашу жизнь в порядок. Вам очень это поможет. Вы даже станете лучше выглядеть. Вы станете красивее. Но сначала я хочу ненадолго вернуться к своей прошлой проповеди. В прошлый раз мы много говорили поощрения к любви, и сейчас я снова буду говорить о ней. Если вы не смотрели нашу прошлую программу, то я советую вам ее посмотреть. В Библии сказано, будем внимательно друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это значит, что мы должны не забывать ходить в церковь. Мы должны быть с нашими братьями. Должны быть с людьми, которые поощряют нас, потому что окружающий нас мир холоден, но если вас поощряют, вы будете стремиться к Богу. Мы должны поощрять друг друга к любви и говорить о важности таковой. Вот что сказано в первом послании Иоанна. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Ведь когда вы любите друг друга, тогда вы исполняете заповедь. Если вы не ходите в любви, вы не можете сказать, что знаете Бога, потому что это будет оксюмерон. Такого быть просто не может. Мы должны ходить в любви. Итак, любовь друг к другу — это доказательство христианства. Это доказательство христианства в нас и путь, по которому должны идти наши жизни. На прошлой неделе мы говорили о наших мотивах. В них мы должны быть уверены, что все наши слова и действия происходят в божественной любви. Это причины, по которым мы что-то даем другим, служим и живем. Это ключ к заключению угодного Богу брака, к воспитанию угодных Богу детей, к угодным Богу отношениям, к церкви, которая ориентируется на Христа, правильным приоритетам и уподоблению Христу. Любовь — это ключ ко всему. Бог сказал, «Я дам вам несколько ключей». Его ключи открывают нам многие вещи в жизни. Эти ключи открывают вам царство. Они универсальны. Они подходят ко всем дверям. Вы знаете, что обычно ключи работают так. Вы можете открыть одним ключом одну дверь, а другую не можете. Чтобы открыть другую дверь, вам нужен другой ключ. Но если у вас есть универсальный ключ, вы откроете им любую дверь. Если у вас есть универсальный ключ, вы сможете открыть дверь к отношениям, дверь к браку, дверь к вашим детям, дверь к приоритетам, дверь к истинному пониманию Бога. Так будет, если у вас есть универсальный ключ. И этим ключом является любовь. Любовь связывает нас, всех в совершенной гармонии. Это единственная совершенная вещь, которая склеивает все части, чтобы сделать нечто прекрасное. Любовь делает нас совершенными, ведь любовь сама совершенна. Бог может взять отношения, которые развалились на мелкие части, и соединить их, и если вы внесете любовь в эти отношения, они внезапно станут гармоничными. Они будут дополнять друг друга, а не соперничать друг с другом. Вот что творит любовь. Любовь — это очень могущественная сила. Она нужна нам во всем. Целью нашей жизни должна быть божественная любовь. Мы должны посмотреть на божественную любовь глазами, чтобы увидеть и сердцем, дабы оценить и исправить. А еще мы должны стремиться быть, как Иисус. В своей жизни мы должны стремиться быть такими, как Иисус. Должны стремиться к этому. Но как нам этого добиться? Мы должны смотреть на Него. Мы должны обращать на Него свой взор. А еще мы должны смотреть на себя. Именно тогда мы подходим к зеркалу. Зеркало помогает нам посмотреть на Иисуса. Оно помогает нам посмотреть на Него. Кто из вас хочет быть таким, как Иисус? Кажется, что Иисус находится по другую сторону зеркала. И глядя в Него, мы сразу смотрим и на Него, и на себя. Он говорит нам, «Хочу, чтобы ты видел, что отличает тебя от Меня, и изменил это, дабы стать более похожим на Меня». Итак, обычно вы смотритесь в зеркало, чтобы увидеть, не нужно ли вам что-то поправить. Для этого вы смотрите на Иисуса, чтобы понять, что нужно поправить. Так мы оцениваем себя. Но признайтесь, кто из вас, помимо меня, любит стройнящие зеркала? Признаемся, что у каждого из нас это есть. Я вот их обожаю. В них ты прекрасно выглядишь. Ты понимаешь, подходишь к такому зеркалу и думаешь, «А я еще ничего». Но этим вы только дурите себя. Потому что вы так не выглядите. Вы смотритесь в стройнящее зеркало, так? Чтобы хорошо думать о себе. Вместо того, чтобы посмотреть в нормальное зеркало и увидеть, что вам нужно в себе изменить. А знаете, что является стройнящим зеркалом в духовном плане? В них смотрятся те, кто не живет всем Божьим Словом. Это люди, которые читают только те библейские стихи, которые им нравятся. Они живут только по этим стихам. Они читают только те стихи, которые им нравятся. Они не собираются ничего менять, идут по жизни, врут сами себе. Но Бог сказал, так не пойдет. «Я хочу, чтобы вы смотрели в истинное зеркало моего слова, в истинное зеркало меня. А еще я хочу, чтобы вы исправили все, что идет не так». Вот что написано у Иакова. «Будьте исполнители слова, а не слышат ли только обманывающие самих себя». Когда вы обманываете сами себя, вы подходите к стройнящему зеркалу и начинаете думать, что все хорошо, хотя на самом деле все не очень хорошо. Вот это и есть самообман. А еще вы должны не только слышать, но и исполнять. Многие люди только слышат. Иисус сказал про таких людей вот что. Люди, которые слышат, но ничего не делают, это глупцы. То есть Библия считает таких людей глупцами. Если придет буря или дождь, или все будет против них, они падут, потому что они основывались не на истине, а на стройнящем зеркале. Так у нас ничего не получится, ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего. В этом зеркале он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Допустим, сейчас я подхожу к этому зеркалу и вижу, что у меня из ноздрей торчит большущая козявка. Но я не буду ее трогать. Я просто не буду на нее смотреть. Если я не буду смотреть на нее и забуду о ней, для меня она просто исчезнет. И вот я выхожу в свет с огромной козявкой в носу. Я думаю, у меня все хорошо. Просто не надо на нее смотреть и думать о ней, да? Мне не о чем волноваться. Но вот вы натыкаетесь на толпу людей, и все они начинают шарахаться от вас. Вам кричат, «Эй, Марк, кто-нибудь говорит вам, у тебя что, на носу козявка большая?» Или даже так, у тебя торчит что-то из носа. Но мы говорим им, «Я от тебя не верю». Как это у меня, может козявка из носа торчать? «Что ты такое говоришь?» Эти люди пытаются помочь. И вот мы злимся на них за то, что они пытаются помочь своему брату. У нас из носу торчит огромная козявка. Разве не лучше подойти к зеркалу, все увидеть самому, ужаснуться и убрать это недоразумение? Бог не желает, чтобы мы забывали слушаться. Меня просто изумляет, как часто в христианстве, а это происходит и на христианских каналах, и в жизни, как часто мы просто сидим и слушаем Божью истину, Божье слово и говорим себе. Да, и в моей жизни так бывает. Да, это нужно изменить. Мне нужно с этим что-то делать. Но тут между алтарем и дверью что-то происходит. Об этом даже написали песню. Кажется, это была группа Casting Rounds. Хотите? Чтобы я спел вам эту песню, в ней очень интересные слова. Ну так что, спеть или нет? Хорошо. Вы сейчас пытались заставить меня посмотреть в стройнящее зеркало. Но тут между алтарем и дверью что-то происходит. Или между дверью и обедом. Или между обедом и УРПТ. Я называю это «Утренние раздумья о предстоящих тратах». Что-то происходит. Внезапно мы почему-то забываем, что показал нам Бог. И выходим на улицу с огромной козявкой, торчащей из нашего носа. Мы думаем, что Бог упасет нас от того, что с нами может такое произойти. Посмотрите на вашего соседа. Нет, не надо, я просто шучу. Бог пытается нам что-то показать, но мы просто выходим в мир и ничего с этим не делаем. Мы просто забываем об этом. Перечислю вам еще несколько причин, почему мы ничего с этим не делаем. Мы уже читали этот стих на прошлой неделе. Это древнее посвящение из книги Захарии. Вот что там сказано. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать». Бывают времена, когда люди отказываются слушать. Они отказываются слышать и делают вид, что ничего не слышали. Затыкают свои уши. У кого из вас есть дети-подростки? Вы же понимаете, о чем я? Если вы не поняли, о чем я, то я буду сейчас смеяться. Я говорил об избирательном слухе. Вы знаете, что люди слышат избирательным? Что такое избирательный слух? Они слышат лишь часть сказанного, но не слышат остального. Вот что помогает людям концентрироваться на чем-то. А вот почему люди любят стройнящие зеркала. Они слышат только то, что хотят слышать, но они не хотят слышать того, что я должен рассказать. Они не хотят что-то исправлять, поэтому отказываются слушать. Сейчас я приведу вам один пример. Когда я подрос, я много времени уделял спорту. Я был военным, служил в спецназе, много занимался спортом, старался держать себя в форме, делал это и ради спорта, и для работы, и для того, чтобы улучшить качество жизни. Я всегда держал себя в форме. Но чтобы держать себя в форме, надо очень много тренироваться. И я тренировался изо всех сил. Бенни и Джим были тогда со мной, и они знают, что я не отлынивал от тренировок. Они знают, что я не халтурил во время тренировок, а полностью посвящал себя им. Я тренировался изо всех сил, но внезапно начал сознавать, что не вижу результатов, которые должны уже быть. Я тренировался изо всех сил, но, видимо, что-то упускал из виду. И вот, наконец, мне надоело усиленно тренироваться и не видеть от этого пользы, поэтому я навострил уши. И тут внезапно услышал, хотя я всегда это слышал, что могу все сделать лучше. Все это время зеркало мне лгало. Внезапно у меня в голове раздался голос, сказавший мне, «Возможно, ты упорно тренируешься, а за питанием не следишь». Часто мы не слышим такие голоса. Мы не хотим думать о правильном питании. Мы лучше съедим кусок пирога, а лучше два. Но какой смысл тренироваться, если мы не следим за питанием? Вы можете усиленно делать что-то, но если вы не следите за питанием, у вас ничего не получится. А вы знали, что в христианстве все работает так же? Мы не хотим делать того, чего от нас просит Бог. Мы лучше с удвоенной силой поделаем что-то другое. Мы думаем, «Я лучше усиленно позанимаюсь этим, и тогда все уладится». А это ложь самим себе. Мы становимся глухи к тому, чего от нас действительно хочет Бог. Мы думаем, «Если я буду преданно Ему служить, если я буду стараться изо всех сил, тогда мне не придется быть милым с моей второй половинкой». А вот и нет. Вы должны стараться изо всех сил и быть милыми со своей супругой или супругом. Давайте скажем «Аминь». Да. Все дело в том, что в вашей жизни должен наступить момент, когда вы захотите это услышать. Другого пути просто нет. Это единственный путь. А вот еще одна причина, по которой люди отворачиваются и не хотят ничего слышать. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Сейчас я расскажу вам, почему многие люди разрывают свои отношения с церковью. Это происходит, потому что они устают слушать о том, чего они не делают. Такие люди обращаются ко тьме, а не к свету. Но те, которые хотят быть с Богом, хотят перемен в своей жизни, что они делают? Они стараются изо всех сил. Они что-то делают, ходят в церковь, хотят, чтобы над ними сиял свет, хотят, чтобы над ними был свет, чтобы они все могли увидеть. Вы знаете, так много людей и хочет смотреться в темное зеркало. Они говорят, покажи мне только контуры. Все детали мне видеть необязательно. Но послушайте, Бог желает, чтобы вы видели детали. А знаете почему? Потому что Он хочет, чтобы вы выглядели хорошо. Он желает, чтобы вы были красивыми. Но единственный способ хорошо выглядеть, быть красивым и оставаться благим, это быть как Он. Если мы хотим быть как Он, мы должны посмотреть на свое отражение, увидеть, что с Ним не так, а потом изменить это. Как только мы это меняем, мы тут же внезапно становимся такими, как Он. Однажды я подошел к зеркалу, но в нем я увидел уже не себя. Я увидел там Иисуса. А еще замечательнее, и Синди. Будет тогда, когда ты, глядя на меня, будешь видеть уже не меня. Ты будешь видеть только Иисуса. Я поставил себе такую цель. Хочу, чтобы люди из мира смотрели на нас, на нашу церковь, и видели уже не нас, а видели только Иисуса. Это произойдет, если мы внесем некоторые улучшения в нашу жизнь. Мы должны поменять нашу жизнь. Если мы делаем что-то снова и снова, но ничего не меняется, то послушайте меня. Что-то пора изменить. Звучит бредово, но это так. Это зеркало. Люди, которые не хотят все ясно видеть, ходят в церковь со стройнящим зеркалом. Они ходят в такие места, где не говорят о том, кем именно был Иисус. Они ходят в такие места, где они смотрят в зеркало и видят там Иисуса. Но они не сравнивают его с собой. То есть они смотрят в зеркало и составляют у себя ложные представления об Иисусе. Мы молимся себе вместо того, чтобы молиться Богу. Это одна из основных причин, ребята. В послании Иакова сказано, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Вы будете блаженны. Если я смотрю и начинаю беситься, нужно что-то делать. Мне нужны УРПД, утренние раздумья о плане действий. Мы должны решить, что нам нужно изменить, что нам нужно сделать по-другому. Так мы станем больше походить на Иисуса. Хочу сегодня кое-что сделать, чтобы мы посмотрели в зеркало любви, потому что Бог — это и есть кто. Правильно, а любовь — это? Как видите, Бог все определил для нас. Он определил это для нас, чтобы мы могли посмотреться в зеркало. Я хочу, чтобы вы сделали вот что. Пусть то, что радует вас, захватит и других людей. Вы можете сделать селфи. Просто достаньте телефон и сделайте на него селфи. Так вы сможете посмотреться в зеркало. Достаньте ваши телефоны. Давайте. Вы столько раз это делали. Мне кажется, вы в этом профи. Если у кого-то из вас торчит козявка, то уберите ее. Посмотрите на ваше лицо. Было бы замечательно, если бы вы посмотрели на него, но увидели бы в нем не себя, а Иисуса. Поэтому мы должны понять, что нам нужно изменить. Посмотрите, что вам надо в себе изменить. Мы должны увидеть, кем на самом деле является Иисус. Должны увидеть, кем на самом деле является Бог. И об этом написано в первом послании к Коринфянам. Перестаньте записывать. Не надо писать сейчас слово «любовь». Мы поступаем не так. Напишем на листах, которые вам выдали, ваше имя, там, где пропущены слова. Вот что мы сделаем. Каждый из вас сейчас пишет свое имя в места, где пропущены слова, но не сразу, а постепенно. Вы будете писать его постепенно, пока мы будем двигаться с вами вперед. Надеюсь, вы все поняли. Итак, что у нас тут? Любовь долготерпит. Итак, вы пишете вместо слова «любовь» свое имя. Например, я бы написал «Марк долготерпит». То есть вы пишете ваше имя и слово «долготерпит». А долго терпите ли вы? Лично я недолго. Сейчас я говорю не о таком терпении, когда ждешь, когда подогреется пицца в микроволновке. Мы говорим сейчас не о ситуации, когда вы стоите в очереди в магазине, а перед вами женщина с кучей продуктов. И тут она начинает искать купоны на скидку. Вам хочется сказать, я дам вам 20 долларов вместо ваших купонов. Только уходите отсюда. Мы будем закатывать глаза, тяжело дышать, смотреть на часы или на мобильник, а потом не выдержим и скажем ей, «Ну как у вас дела?» Я, кстати, христианин. Терпение. Мы все хотим быть терпеливыми. Но вспомните, о чем мы говорили на прошлой неделе. Любовь долготерпит по отношению ко лжи других. Мы должны быть терпеливыми даже по отношению ко лжи других. Кстати, другими. Может быть, ваша супруга или ваш супруг. К ним может относиться ваш друг, ваш враг, даже мир. Как вы думаете, почему? Бог до сих пор не разрушил этот мир. Да потому что он верит в людей и долготерпит. Он ждет, пока люди сами придут к нему. Именно такое терпение должно быть и у нас. Любовь милосердствует. Напишите ваше имя и слово «милосердствует». Это что такое? Милосердие — это доброта. Разумеется, все вы добры и милы, но это особая доброта. Я обращаюсь к женщинам. Представьте, что из магазина выходит молодая женщина, а вместе с ней три ребенка. Двое по бокам, один в тележке. Она обвешана сумками. Ей надо как-то выживать, ведь у нее трое детей. Она очень устала. Ее дети плачут. Она пытается залезть в свою машину, но другая машина стоит очень близко. А тут еще начался дождь. Вы можете пройти мимо, ведь ваши дети уже выросли. Вы можете только подумать, «Боже, благослови эту женщину». Я помню эти деньки. Смилуйся над ней, Господи. Но истинная любовь не проходит мимо. Любовь не проходит мимо. Скажите на это «Аминь». Любовь подходит и говорит, «Извините, дорогая, могу ли я вам помочь?» Вы должны помочь этой женщине. Это и есть милосердие. Милосердие — это очень просто. Это простой способ показать свою любовь. Способ показать, что вас что-то или кто-то волнует. Это и есть милосердие. Допустим, у нас с Синди довольно много детей. Когда они были совсем маленькие, они носились по дому. И вот она ловит одного, пытается накормить его, и вдруг видит, что у другого уже большой сюрприз в подгузнике. «Ну, здравствуй, мама». И она просит меня поменять этот подгузник. А это не очень приятно, скажу я вам. Я говорю ей Синди, «Я вижу, что творится. Я вижу, как тебе тяжело, дорогая». Она уже на грани. И говорит мне, «Дорогой, не мог бы ты мне помочь?» Это и есть милосердие. Я говорю, «Леви, не мог бы ты поменять подгузник своему брату?» Вот это настоящее милосердие. Давайте скажем «Аминь». Просто отлично. Кстати, на самом деле, я без всяких проблем менял подгузники своим детям. Это так же просто, как щелкнуть палец о палец. Вот так. Согласны со мною? Хотя запашок тот еще. Помню, как я его снимал и видел, что все очень плохо. Кто из вас тоже не боится этого? Да, иногда все было очень плохо. Но давайте вернемся к любви. Итак, любовь не завидует. Мы не должны завидовать. Мы не должны соревноваться друг с другом. Мы должны дополнять друг друга. Сама идея о том, что вы можете завидовать вашей второй половине. Очень плохая идея. Если вам нравится завидовать, то это плохо. Тогда рядом с вами будет только зло и бесы. Если Синди делает что-то важное, я очень радуюсь за нее. Если она что-то покупает, то слава Богу. А если я что-то покупаю, она знает об этом. Ведь ей не хватает денег, потому что я все потратил. Но мы радуемся друг за друга. Мы не ведем счета, кто из нас первый, потому что это неправильно. Это очень неправильно. Давайте скажем «Аминь». Любовь не превозносится, не гордится. Я хочу задать вам вопрос. Не кажется ли вам, что в вашем браке говорите только вы? Потому что если это так, то вы ходите совсем не в любви. Потому что любовь не только рассказывает свои истории, она слушает истории других. Любовь позволяет и другим рассказывать их истории. Бывало, ко мне приходили люди, переживавшие тяжелые времена. Я знал, что с ними что-то нехорошо. Но они не замечали этого и просто уходили. И я говорил себе, «Ничего себе! А все потому, что любовь видит других людей». Давайте скажем «Аминь». Любовь все видит. Да, мы говорим о том, что Бог делает для нас, но мы отворачиваемся от Бога. Те, кто похвалится, печалят Господа. Пусть ваши дела будут видны другим людям и славят вашего Отца. Аминь. Все, чем мы делимся с другими, славят Бога, а не нас самих. Итак, любовь не гордится. Следующее. Послушайте. Многие из вас этого не понимают, но гордость — это когда вы бахвалитесь, не открыв дверь. А храбрость — это когда вы смело входите в эту дверь. Давида считали гордецом, но он им не был. Просто у него была вера, что он может победить великана. Не нужно путать веру и храбрость с гордостью. Когда вы горды, вы давите на других людей. Когда вы горды, вы всего добиваетесь силой. Когда вы горды, вы пытаетесь пробить себе дорогу. Мы не должны быть такими. Ну, а еще тут сказано, что любовь не бесчинствует. Бывали ли у вас моменты, когда вы уже, будучи христианами, просто слетали с катушек. Карнавал — это не повод позабыть о том, что вы христианин. Когда вы делаете барбекю, смотрите игру, или кто-нибудь вас врезается, это не повод позабыть о том, что вы вообще-то христианин. Когда вы занимаетесь спортом или с кем-нибудь соревнуетесь, это не повод позабыть о том, что вы христианин. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok